Всем привет! Меня зовут Олег Матвеев и в этой серии видео я буду рассказывать о конкретных модулях, которые составляют программу Академии Ясного Коучинга и являются частью того инструментария, который входит в то, что я называю ясной практикой жизни. В этом видео я расскажу про модуль, который называется Ясные эмоции, о том, для чего он нужен в жизни, чему там обучают, дам вам упражнения с этого модуля, ну и расскажу о том, о чем, наверное, интересно будет рассказать. Ну, тема модуля понятность самого названия, Ясные эмоции, это модуль, посвященный эмоциональному интеллекту, эмоциональной компетентности, так называемой, и эмоциям вообще. Почему это так важно? Тема, вообще говоря, такая модная сейчас на данный момент. Если набрать в поисковике эмоциональную компетентность или эмоциональный интеллект, можно много чего найти и увидеть и так далее. Я горжусь тем, что мои модули, они исключительно практические, я на них даю техники работы, то есть не просто рассказываю о том, какая замечательная штука эмоциональный интеллект, и как можно пройти тесты и определить какой-то там свой уровень и так далее, и так далее. Мне это все мало интересует, меня интересуют способы развития способностей, а измерять вы их там сможете на досуге сами, смотреть на результаты, есть они у вас или нет. Без сомнения не будут. То есть я не встречал еще человека, который бы применял техники, и у него никакого изменения в жизни не произошло. Эмоции непосредственно влияют на наше поведение, и можно составить такую вполне понятную и, можно даже сказать, очевидную шкалу, где на самом верху, вот представьте себе, будет полный успех, в самом низу будет полный провал, ну а в промежутке будут разного рода состояния, которые закрывают этот континуум, да, вот этот вот промежуток между полным провалом и полным успехом. Вообще говоря, даже не совсем корректно говорить так, правильно сказать так, что в течение своей жизни человек генерирует множество различных намерений, желаний, и эти желания, они проходят, условно говоря, от некой точки А к точке Б, где точка А это исходная точка, где это намерение появилось, где это желание возникло, точка Б это желаемая ситуация, желаемое приобретение, то есть куда человек хочет попасть. И по ходу движения от точки А к точке Б человек переживает различные эмоции, и эти эмоции на самом деле являются индикатором, они являются показателем того, что в данный момент у человека происходит с намерением, то есть насколько он сам внутри себя верит, насколько у него сформировано отношение, связанное с вероятностью того, реализуется ли результат, который он запланировал или нет. То есть как он к этому относится. Эмоции это в значительной степени отношение. Ну и соответственно эмоции можно использовать как индикатор, который предсказывает успешность того или иного человека, как ни странно. То есть можно и так и так рассматривать. Да, с одной стороны, чем выше человек по вот этой условной шкале, чем он ближе к полному успеху, тем вероятнее, что этот полный успех будет достигнут. И наоборот, чем ближе человек к успеху, тем лучше, тем выше эмоции, которые он переживает в данный момент. Вот такая вот штуковина. Для того, чтобы понять, каким образом эмоции связаны с процессингами, какими-то вещами, с проработкой, достаточно просто дать то определение, достаточно уникальное определение, которое в свое время мне пришло в голову, когда я посетил семинар одного из людей, которого я упоминал в качестве своего учителя Барри Файрберна. У него есть такой семинар по эмоциям. Был, по крайней мере, семинар, на котором я присутствовал. И в результате этого семинара, я вот сейчас уже точно не помню, то ли он так сформулировал, то ли это я уже додумал, исходя из тех данных, которые были даны, у меня появилась такая интересная формулировка. Эмоция – это движение, которое ты собираешься совершить, но пока еще не совершил. То есть эмоциональный ум, эмоции – это некая наша способность, которая дает нам возможность ввести некую задержку в то, что я делаю. Если на уровне физического действия, на уровне тела, как только у меня появляется некое стремление, некое желание, я его, в принципе, склонен тут же удовлетворять, тут же выполнять приказ, который я получил, то с эмоциями немножко по-другому, с эмоциями есть некая встроенная задержка. И эти эмоции проявляются внешне, и, соответственно, по этим эмоциям можно предсказывать поведение человека, предсказывать установки, которые у него родятся в голове в результате этих эмоций, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, соответственно, представьте себе, сейчас вам придется взять листочек бумажки и сделать небольшое такое упражнение. Оно у нас там где-то идет в самом начале нашего модуля. Сейчас я гляну на программу. Да, после теоретического кусочка идет вот одно из упражнений, такое достаточно простое. Я вам сейчас его практически попытаюсь рассказать. Ну, инструментарий довольно простой. Мы попробуем сейчас смоделировать вместе с вами параллельно шкалу диапазонов эмоций. Я ее так называю, шкала диапазонов эмоций. То есть шкала таких самых-самых общих эмоциональных состояний, самых-самых базовых неких таких категорий, которые встречаются с эмоциями. Итак, возьмите лист бумаги, напишите вверху полный успех, а в самом низу напишите полный провал. И попробуем теперь нарисовать, что же находится, написать точнее, что находится между этими двумя крайностями. Чуть выше полного провала находится диапазон, который я называю апатия. В апатии человек, ну, в общем, основное намерение человека, да, это избавиться от намерения. Основное желание это, ну, убейте меня кто-нибудь. Человек в апатии, в общем-то, ищет способ уйти из этой игры. Вот, если это и апатия глобальная, то уйти из жизни вообще. Вот, что такое апатия. Кстати, наверное, стоит еще оговорить, прежде чем мы дальше пойдем, что эмоциональные состояния, они всегда переживаются по отношению к какому-то конкретному намерению. Несмотря на то, что есть некое среднестатистическое состояние, которое человек, ну, вообще по жизни переживает, да, назовем его там хроническим состоянием, например. В общем и целом эмоциональные состояния человека меняются в зависимости от того, какое конкретно намерение у него сейчас включено, на чем находится его внимание. Человек может испытывать энтузиазм по поводу работы, печаль по поводу потерянного друга, радость по поводу, не знаю, своих детей, горе по поводу своих родителей, страх по поводу милиции там и так далее, и так далее. Все это, в общем, более или менее параллельно у него присутствует в голове, как только он направляет внимание на то или иное намерение, которое связано с тем или иным фактором в жизни, с тем или иным, с той или иной областью в жизни, да. Вот такая штука. Апатия. Чуть выше идет горе, диапазон горя. В горе человек просит помощи других людей. Чуть выше идет страх, в страхе человек избегает. Чуть выше идет, я ее называю, тревожность или скрытая враждебность, где человек еще не знает, чего надо бояться, но заранее уже тревожится. Это чуть повыше, чем страх, да. В страхе есть реальные причины, чего он боится, а в тревожности он тревожится. Чуть выше идет злость, да, агрессия прямая. Чуть выше идет враждебность, назовем ее так. Такое отношение, когда человек говорит, ну, в принципе, я сам-то ни на кого не нападаю, как бы, да, но если меня затронут, то, в принципе, сдачи я дам. Такой, есть еще такое название, антагонизм, не русское, да, латинское антагонизм, враждебность. Чуть выше идет скука. В скуке основная стратегия отсутствия интереса, по сути. Чуть выше идет спокойствие и уверенность, где человека ведет нормальная деятельность, он просто действует, поддерживает что-то. Чуть выше идет диапазон интерес-энтузиазм. Еще выше идет эстетика. Еще выше идет воодушевление. Вот на семинаре мы подробно разбираем суть каждого диапазона. Да, сейчас в маленьком видео у меня такой возможности нет, поэтому я вот кратко вам так перечислил. Итак, еще раз я пройдусь снизу вверх. Полный провал, апатия, горе, страх, тревожность, злость, враждебность, скука, уверенность, интерес, энтузиазм, эстетика, воодушевление, полный успех. Вот такие эмоциональные диапазоны. А теперь очень такое странное упражнение. Поначалу люди, ну вот сейчас посмотрим, получится оно у вас или нет. Упражнение заключается в следующем. Нужно взять и вспомнить какое-нибудь утверждение, которое часто у вас в голове возникает, в момент, когда у вас что-то не получается. Например, там, ну блин, я дурак, там, да, или ну блин, опять вот все как всегда, что-нибудь такое. Должно быть какое-нибудь такое достаточно горячее, достаточно цепляющее, достаточно часто возникающее у вас утверждение. Вот, а упражнение состоит в следующем. Вот возьмите его, запишите на листочке бумажки это утверждение. Вот, и когда его запишите, вот теперь попробуйте взять это утверждение и найти какую-нибудь ситуацию, в которой это утверждение могло бы прозвучать в тоне полного провала вообще. То есть, придумать, вообразить или вспомнить себе ситуацию, где у меня ничего не получается в тоне полного провала. Ну и, соответственно, описать это, что у вас получилось выгрузить. После того, как вы выгрузите, может быть, это не одна ситуация, вы должны подняться на одну ступенечку по нашей шкале и взять то же самое утверждение и попробовать представить его в тоне апатии, в диапазоне апатии. То есть, у меня ничего не получается в апатии. И точно так же выгрузить все, что вам приходит, выписать на листочек бумажки. Далее вы делаете. У меня ничего не получается в горе, точно так же. У меня ничего не получается в страхе, у меня ничего не получается в тревожности, у меня ничего не получается в злости, у меня ничего не получается во враждебности, у меня ничего не получается в скуке, у меня ничего не получается в уверенности, у меня ничего не получается в интересе, энтузиазме, у меня ничего не получается в эстетике, у меня ничего не получается в воодушевлении. и у меня ничего не получается в полном успехе. И вы увидите интересную штуку, что оказывается любую заблокированную установку, любое заблокированное убеждение на самом деле можно разблокировать вот таким простым способом. Я это называю процесс поднятия по шкале номер один. Он на самом деле является прототипом многих других процессов и в какой-то степени дополнением того процесса поднятия по шкале, уже такого знаменитого ППШ, который есть в курсе LifePro. Только там используется некая абстрактная шкала от минус 10, предположим, до плюс 10, где минус 10, естественно, это полный провал, а плюс 10 это полный успех. Но гораздо интереснее все это привязать на конкретную элементно-аппаратную базу, на лимбическую систему, которая генерирует и принимает эмоции. Это гораздо интереснее. Вот такое вот задание, то есть процесс поднятия по шкале. Взять какое-нибудь блокирующее неприятное утверждение, провести ее по всем уровням шкалы диапазонов эмоций, эмоциональных диапазонов. Когда вы это сделаете, вы увидите, что это утверждение, оно становится смешным. То есть оно разблокируется, оно в значительной степени теряет свою силу. Потому что вы выгрузили все основные заряды, используя системный подход, используя шкалу, которые могут быть с этим связаны. Если у вас какого-то заметного изменения не произошло, вы можете попробовать взять то же самое утверждение и провести его по этим диапазонам несколько раз. То есть взять его еще раз, опять представить себя в полном провале, проговорить это утверждение, выгрузить все эпизоды, которые связаны с полным провалом. Все эпизоды с апатией, все эпизоды с горем, все эпизоды с страхом. Все, которые приходят в голову, имеется в виду. Вы увидите, что произойдет такая разблокировка, и у вас возникнет способность поддерживать более высокие уровни эмоций в отношении, даже когда у вас эта штука включается, она перестанет блокировать вас. Это очень важный момент. Вот такое упражнение. Ну и, соответственно, на семинаре, ну я надеюсь, что я достаточно понятно объяснил, но на семинаре у нас гораздо больше дается практики и теории в отношении того, что это за шкала диапазонов эмоциональных. После этого мы работаем с так называемой расширенной шкалой, где гораздо подробнее дается, вот последний раз я подсчитывал, порядка 150 основных эмоций в системном виде даются. И мы их прорабатываем снизу доверху, смотрим, какие у нас заряды связаны с каждым диапазоном, как научиться эти заряды разблокировать, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы полностью снимаем такой срез всех наших эмоциональных переживаний и обретаем способность распознавать свои эмоции, распознавать чужие эмоции, управлять своими эмоциями, подниматься по шкале вверх, ну и в общем и целом развиваем то, что называется эмоциональным интеллектом. Поскольку эмоциональный интеллект, собственно, и есть способность распознавать эмоции, пользоваться этими эмоциями, предсказывать по этим эмоциям поведение других людей, например. И тем самым лучше гораздо понимать, как устроена жизнь и что и куда должно привести. Ясные эмоции, они очень сильно и мощно, как я уже в принципе упоминал, дополняют семинар LifePro. Ясные эмоции помогают уточнить и упростить некоторые приемы, которые используются в символическом моделировании, например, это четвертый модуль, LifePro это второй, третий. Ясные эмоции являются очень важным введением в следующий модуль, который называется ясные роли, цели и игры. Потому что без эмоционального интеллекта работать с ролями, работать с играми, работать с намерениями очень тяжело. Как я уже сказал, между эмоциями и намерениями есть совершенно определенная связь. И по этой связи можно четко совершенно судить о том, что произойдет с моим намерением. Точно так же можно судить и о своем состоянии, то есть о своих ролях. Что за роль у меня, какие эмоциональные диапазоны являются характеристиками этой роли, как она там работает и как эта роль будет себя вести. Распознать роль недостаточно, нужно еще и распрограммировать или запрограммировать на определенную штуку. Вот такая вот штуковина. То есть, соответственно, до этого семинара идут важные такие моменты, важные инструментарии, связанные с некой общей способностью работать с переживаниями, например, с планированием жизни, с ремонтом жизни, с целеполаганием, с работой с глубинными метафорами и так далее. А здесь на этом семинаре дается конкретный инструментарий, связанный с конкретным аспектом нашей жизни, с эмоциями. И дальше все это дело очень эффективно, можно использовать в других модулях. В какой-то степени я считаю, что ясная практика жизни, она как пазл такой. Нельзя сказать, что в ней какой-то элемент является основным или базовым, от которого все зависит. В принципе, каждый тренинг вполне себе автономен. То есть, вполне себе вы можете просто сходить на отдельный такой тренинг и получить просто как отдельный инструментарий в отношении конкретной темы. В данном случае это будут эмоции, эмоциональный интеллект. Но, с другой стороны, этот кусочек, пазл, он очень красиво ложится в головоломку и составляет полную систему. Поскольку многие вещи, они там очень хорошо соединяются, сводятся друг с другом. Вот такой вот рассказ о семинаре «Ясные эмоции». Меня зовут Олег Матвеев. Подробности, даты, места и все остальное можете найти в моем ЖЖ, который находится по адресу olegmatov.livejournal.com. Анонсы ближайших тренингов будут публиковаться, соответственно, там же, в моем ЖЖ, ну и на других сайтах, которые, я думаю, вы уже знаете к этому времени. Спасибо за ваше внимание. Это все, что я хотел на сегодня рассказать. Надеюсь, что я вам рассказал что-то интересное. И очень надеюсь, что вы это упражнение не просто прослушали, но еще и сделали. И получили какую-то пользу, некоторые предварительные представления о том, какую пользу можно получить, работая с эмоцией, с эмоциями, прорабатывая какие-то свои состояния с использованием этого экспертного знания. Спасибо за ваше внимание.